Дневной разворот Дорогие слушатели, поэтому пригласили их и записываем эту программу для вас Роман Жапаридзе, заместитель директора группы компании «Нефросовет Румет» У нас в гостях, здравствуйте, Роман Добрый день И Владимир Антипов, директор по развитию группы компании «Нефросовет Румет» Здесь сейчас в студии с нами Здравствуйте Ну а тему, которую мы взяли сегодня для первого часа дневного разворота Тема серьезная, бизнесовая Внедрение инвестиционных проектов в Кировской области Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения Это бизнес, который связан с социальной ответственностью, безусловно И с решением социальных задач, которые стоят в том числе и перед правительством Кировской области И тему эту мы будем разбирать, соответственно, на примере компании «Нефросовет Румет» Да Мы хотим сегодня рассказать нашим слушателям, как работают инвестиционные проекты вообще в целом в России На примере вашего предприятия Поскольку можно говорить о том, что не только в Кировской области у вас есть отделение А 10 регионов и 29 отделений по всей стране, правильно я понимаю? Да, абсолютно А в Кирове каким-то по очереди было отделение вашего предприятия? Одно из первых это было в Слободском А то, которое в Кирове, наверное, сейчас в настоящее время Давайте мы даты назовем Из всех, нет, я имею в виду из российских Одно из первых Слободское это было одно из первых в России А действующие сейчас Кировы открываются, но в настоящее время сейчас Ну, в 2012 году у нас первый проект был реализован в части нефрологии, в части гемодиализной помощи Именно в 2012 год это один из первых проектов группы компании «Нефросовет Румет» на территории Федерации То, что имеет в виду Владимир сейчас, это мы говорим о многопрофильном медицинском центре Как о развитии того проекта, который был организован и инициирован в 2012 году Мы сразу сориентируем наших слушателей, потому что мы вещаем на город Киров, а в регионе нас слушают через интернет Сориентируем по объекту, о котором мы сейчас говорим, территориально Это пятый корпус областной больницы, чтобы сразу понимали, о каком предприятии пойдет речь Но все-таки хотелось бы взять сначала шире, поскольку мы говорим в общем об инвестиционных проектах в регионах Мы знаем все, что по регионам составляется инвестиционный рейтинг И за место в этом инвестиционном рейтинге регионы борются Но такой казус произошел в этом году Не успели подать или как-то неправильно были приняты сведения по Кировской области Мы пока не понимаем, где мы находимся Но думаем, что будет решен этот вопрос Тем не менее, не сходит вообще с полос газетных, из радиоэфиров, из новостных лент Вот эта вот пресловутая региона находится в инвестиционном рейтинге там-то и там-то А для обывателя, для простого слушателя непосвященного, в общем, не очень понятно, о чем речь идет За какие проекты боремся Поэтому хотелось как раз, чтобы вы рассказали, в общем, когда началась вся эта тема И что такое вообще инвестиционный проект? Ну, давайте я несколько слов скажу Романжа Поридзе Да, 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 о том, какого рода проекты мы реализуем Где и вообще на основании чего рождаются вот такого рода инвестиционные возможности для регионов Вот, значит, ну, вообще тот механизм, о котором мы говорим Это механизм государственного частного партнерства Это в 2005-м, в 2005 году был принят закон о конституционных соглашениях Который и дал толчок к развитию этого вот политика правового явления То есть государственное частное партнерство или там частное государственное партнерство Это взаимодействие публичного и частного партнера для реализации каких-то там крупных Или не всегда крупных, но общественно значимых инвестиционных проектов Ну, я бы прошу прощения, да, за то, что я перебью Давайте мы поясним У государства в бюджете, условно говоря, не всегда есть деньги на это, правильно? У государства в бюджете нет денег, но есть, например, какая-нибудь ветхая инфраструктура Или задачи перестепенные Да, какие-то задачи, которые нужно выполнить И которые государство с использованием своих собственных бюджетных средств Не способно по тем или иным причинам исполнить свои обязательства И вот на помощь государству приходит бизнес-сообщество Реализуется, которое при совместном использовании этого объекта Реализуется проект, и бизнес вкладывает свои денежные средства Инвестиции, ресурсы какие-то Создает эту общественную инфраструктуру На основе которой потом либо государство эксплуатирует данный объект Либо частный бизнес Ну и, как правило, данный объект все же по истечению срока действия соглашения Передается государству, ну это в идеале Потому что, скажем так, государство было заинтересовано в том Чтобы проект все-таки был в его полном распоряжении после окончания проекта Вот на этой основе Ну, первое, это закон о конституционных соглашениях И вот буквально недавно был принят закон о государственном частном партнерстве Который предполагает официальное заключение вот таких соглашений На конкурсной основе, как правило Если мы говорим о тех правоотношениях, которые возникли в Кировской области В 2012 году и позже в 2015 году Это два контракта, которые мы заключили с правительством Они, так называемые, ну, около ГЧПшные проекты Или инвестиционные проекты в сфере здравоохранения С применением механизмов государственного частного партнерства Что значит около ГЧПшные? Ну, то есть, это не по закону о ГЧП Тогда еще не было его принято Но который содержит в себе все элементы вот этого самого партнерства Государства и частного бизнеса То есть, это распределение рисков обязательно Не только распределение каких-то там Бонусов Да, бонусов То есть, государство должно нести Какие-то свои обязательства, свои риски Наравне с частным инвестором, частным партнером Вот тогда это, можно сказать, уже проект Государственного частного партнерства Потому что очень часто происходит подмена некоторых понятий Когда, например, государство просто передает какой-то там объект, инфраструктуру В управление частному бизнесу И потом, скажем так, частный бизнес там вкладывает свои денежные средства И он, например, каким-то траншами расплачивается То есть, как бы кредит, ну, в рассрочку получается проект Это, ну, это тоже своего рода проект Государственного частного партнерства Но здесь государство никаких рисков не несет Оно просто растягивает эти длинные деньги во времени Вот, наш же проект, который мы предложили в Кирове И проект, который мы реализуем в других субъектах Российской Федерации Правильно сказали, что это 10 субъектов на сегодняшний день Да, я вот сейчас на сайте предприятия вижу, что Воронежский, Ивановский филиал Кемеровский есть, Костромской, Ленинградский, Омский, Тывинский, Тюменский, Хантамансийский География практически вся страна Да, да, да В Кемерово у нас много центров, да, много подразделений И в других, то что вот самое последнее мы создали в Кызыле, в республике Тыва То есть, мы там взяли в управление гемодиализное отделение И создали там вот суперсовременный, не побоюсь этого слова, гемодиализный центр С IT-технологиями и так далее Но в Кирове мы пошли дальше В Кирове помимо нефрологии Мы еще заключили соглашение с регионом на 20 лет По развитию таких профилей Как эндокринология, урология, сердечно-сосудистская хирургия, поликлиника То есть, это те профили, которые мы сейчас работаем И вот, которые после получения всех согласований уже ждет пациентов своих Но в данном случае нам надо еще получить лицензию То есть, ремонтные работы ведутся в сентябре 2017 года У нас по контракту заканчиваются они Владимир, как у нас буквально одна минутка, буквально до перерыва Наверное, я попрошу вас после перерыва уже ответить Но хочется понять, как осуществляется этот механизм заключения соглашения Между правительством определенного региона и компанией Которая туда приходит своим предложением Кто первый, что называется С чьей подачи С подачи правительства или с подачи компаний Через одну минуту после перерыва Продолжается программа «Дневной разворот» Внедрение инвестиционных проектов в Кировской области Государственное частное партнерство в сфере здравоохранения Тема сегодняшней программы Здесь студия Анна Лапшина Светлана Занько И я представлю наших гостей Напомню, у нас в студии Роман Джапаридзе Заместитель директора группы компании «Нефросовет Румет» И Владимир Антипов, директор по развитию группы компании «Нефросовет Румет» До перерыва я задавала вопрос Владимиру о том, как происходит вот это соглашение С чьей подачи оно происходит Правительство ищет какую-то частную компанию для решения проблем, стоящих перед регионом сейчас Или компания сама приходит к правительству и говорит, мы видим здесь вот такие какие-то задачи Мы можем в этом поучаствовать вот на таких условиях Ну, здесь на самом деле государство выходит с инициативой для того, чтобы пригласить за круглый стол и бизнес, и субъекты Для того, чтобы определились как первостепенные задачи, которые необходимо решить в социальной сфере Так и возможности этого бизнеса инвестора Для того, чтобы социальные функции, те, которые лежат на государстве, были переспределены Здесь механизм очень простой, эти форматы круглых столов, они всем известны Инвесторов в социальной сфере, может быть, не так много И диалог тот, который уже налажен, реализован, он просто в нашем понимании, может быть, в понимании того, что субъекты тоже видят Предложения они получают от инвесторов на этих форумах, на этих открытых столах И в регламенте своего времени, работы, режима они принимают решения Это вам известно, где круглые столы проходят, а нам неизвестно Расскажите, это региональные недели какие-то, это в Москве, например, на каких-то крупных форумах На самом деле, те форумы, которые крупные, и площадки мы знаем с вами, и они у нас всех на устах Мы их можем даже перечислить Да, конечно же, это форумы, те, которые собирают, я не знаю, вот Сочи, инвестиционный форум Москва, постоянно непрерывные форумы Дополнительно, те возможные площадки для реализации инвестиционных проектов существуют в каждом субъекте В том числе и в Кировской области существуют даже подразделения по привлечению инвестиций Уполномоченный орган, на самом деле, он воспринимает информацию инвесторов о возможности реализации социальных задач И перенаправляет их профильным министерствам, департаментам Те, в свою очередь, зная о возможности своего бюджета, регионального бюджета И возможности, те, которые инвестор дополнительно предлагает Сопоставляют риски, возможные обязательства, в том числе государство инвестора Переспределяет эти риски и приводит к общему мнению Необходим, в каком объеме необходим и что необходимо перестепенно решать, какие задачи Понятно, Роман И немножко добавлю своего коллегу Дело в том, что очень часто проходят различные мероприятия в сфере государственного частного партнерства Инвестиционного развития регионов и так далее Например, ежегодный форум «Неделя ГЧП» И куча других разных мероприятий На самом деле, это сейчас очень такая востребованная интересная тема Где инвестор может пообщаться напрямую со своими потенциальными партнерами А также никто не отменял элементарных рассылок с предложениями о реализации того или иного инвестиционного проекта То есть, прежде чем анализировать тот или иной регион, которому мы потенциально, как инвесторы, можем быть интересны Мы проводим свой анализ, свой предварительный расчет действительно востребованности той или иной медицинской услуги в субъекте И выходим просто с предложением о реализации проекта Если области это интересно, они, соответственно, встречаются с нами и общаются Также, как Владимир сказал, очень распространение в последнее время получили центры развития государственного частного партнерства Созданные при администрации области Это агентства стратегического развития, там различные комитеты инвестиционной политики, внешнеэкономической деятельности и так далее То есть, в рамках почти что у всех субъектов есть либо человек, либо отдел, который отвечает за инвестиционную привлекательность региона А с принятием закона ГЧП больше предложений? Это как-то, не знаю, усилило, стимулирует развитие государственного частного партнерства? Вы знаете, вот пока он еще, на самом-то деле, немножко сыроват в плане того, чтобы под этот проект Под проект именно в сфере государственного частного партнерства как ГЧП проект Там есть очень много еще вещей, которые требуют дополнительных проработок И пока, что касается здравоохранения, мне неизвестно ни одного проекта по новому закону ГЧП, который бы в сфере здравоохранения был реализован Это в основном либо конституционное соглашение, либо договоры аренды или договоры безумезного пользования с инвестиционными обязательствами Ну, так называемые смешанные договоры То есть пока еще бизнес-сообщество, я имею в виду здравоохранение, за что я могу как эксперт отвечать Может быть в транспортной инфраструктуре, в ЖКХ, в другой какой-то отрасли и уже есть проекты Мы узнаем об этом, я думаю, в дальнейших наших программах расскажем И последний вопрос, который касается таких общих тем Все-таки, раз вы говорите, что вы можете оценить ситуацию здравоохранения в государственно-частном или партнерстве Или около государственно-частного, как вы говорили, партнерства То, что раньше произошло, раньше принятия этого закона Много ли компаний таких, как ваша? И где они максимально свои силы прикладывают, в каких регионах? Нет, ну, социальная сфера, как инвестиционная площадка, наверное, она интересна специфическим компаниям-инвесторам Которые работали или начинают работать на этом рынке И таких компаний пока не так много Больше интересно сырьевые, промышленные площадки инвестиционные, где этих компаний больше Поэтому те реализованные проекты в социальной сфере для населения в первичном звене здравоохранения Они, наверное, ну, если говорить по субъектам, по регионам, то они единичны Их не так много И хотелось бы добавить, недавно вице-премьер правительства нашего сообщил о том, что вот если мы берем сферу нефрологии гемодиализа Сейчас мы про Ольгу Голодец говорим Да, Ольгу Голодец, она объявила о том, что 93% данного рынка медицинских услуг находится в управлении частных инвесторов У государственных секторов На данный момент На данный момент Да, поэтому если мы берем вот эту вот узкую сферу нефрологии гемодиализ Это действительно сейчас достаточно распространилось в последнее время Игроков на этом рынке с каждым днем становится все больше и больше Но мы со своей стороны, скажем так, сделали шаг вперед И помимо этой узкой сферы мы еще берем на себя обязательства по развитию первичной медико-санитарной помощи Это поликлиники И вот, как я уже сказал, в Кирове это многопрофильный медицинский центр Мы готовы реализовать проект по другим профилям То есть, таким востребованным Все виды деятельности, которые востребованы субъектом Которые предполагают возможные энергоемкие вложения Возможно, субъект переспределяет свои виды помощи на другие направления первостепенной задачи И предлагает, в том числе инвесторам, эти площадки, вот, может быть, развивать И это, почему, да, мы об этом говорим? Потому что вот сейчас ГЧП в сфере здравоохранения как воспринимается? То есть, инвестор берет такую дорогостоящую, как правило, услугу в свое управление Ну, вот сейчас мы про диализ поговорим как раз Да, вся остальная затратная часть ложится, как всегда, на плечи государства То есть, если мы говорим о том же гемодиализе Гемодиализ, как сама услуга, достаточно неплохо оплачивается из средств ОМС Однако, вот эта вся работа с пациентом на круглосуточные койки И другие вот эти вот манипуляции, которые нужны пациенту Они, в принципе, не так хорошо оплачиваются из ОМС И во многом убыточны То есть, мы готовы взять на себя вот эти вот профили Дополнительно смежные И, ну, скажем так, диализ это как основная база Которая вот окупает наш проект И плюс, конечно же, первичное звено поликлиники Это тоже очень важно Кстати говоря, Ольга Голодец, когда называла эту цифру 93%, Она это с удовлетворением произносила И с напряжением То есть, это достижение правительства или нет? То есть, как это оценивать? Речь шла о том, что государственную, возможно, функцию Возложили на какой-то частный, негосударственный сектор Который справляется со своей задачей в виде оказания бесплатной медицинской помощи И у государства есть возможность заниматься первостепенными задачами, может быть, в других направлениях Ну, то есть, она констатировала этот факт как достижение К чему шло, собственно говоря, правительство Результат взаимодействия, позитивное взаимодействие бизнеса и государства Дело в том, что при этом, ведь сам пациент, получая услугу, он не платит ни копейки из своих личных сбережений Вот это важно, это сейчас нужно пояснить, конечно Потому что, когда речь идет о частной медицине, первое, о чем думает человек, это за деньги Для меня это за деньги, так вот, это не так Да, в нашем случае все пациенты получают медицинскую помощь бесплатно за счет средств ОМС То есть, они с таким же полисом, как в государственную поликлинику приходят к вам Да, то есть, в принципе, пациенту абсолютно без разницы, где он получает медицинскую помощь в нашем лицентре или в центре государственном Он это получает ее бесплатно и уровень оказания медицинской помощи, качество, контроль То есть, на абсолютно равных началах с государственной системой здравоохранения Ну, в таком случае, давайте еще раз мы резюмируем здесь, что касается вашего центра на базе областной больницы Которая находится на улице Боровского 42 То есть, как это все, тут что-то тоже разложилось по полочкам Вот в 2012 году было заключено соглашение, вы выбрали какое-то или вам дали какое-то здание И как все там началось и где мы сейчас? Точно так же, да, действительно, круглый стол дискуссия привела к тому, что была непосредственно первостепенная задача по организации видов помощи Существовала... Круглый стол дискуссия, это вот правительство было? Да, правительство, профильные департаменты, те, которые определили, что проблемы существуют, зафиксировали на самом деле необходимость ее решения Существовал даже такой, называемый, лист ожидания, когда пациенты в листе ожидания, может быть, не дожидались этого вида помощи Но и с печальным итогом все-таки... По гемодиализу была тяжелая ситуация Да, тяжелая ситуация была Необходимость переоснащения возникала, ситуация, она не планировалась к возможному скорейшему разрешению Нужно было закупить массово, единомоментно дорогостоящие оборудования Либо государство действительно должно было изыскать огромные средства, обновить полностью, закупить парк, капитально отремонтировать те помещения, создать те помещения, которые необходимы были на территории Встречные предложения с нашей стороны с программой по развитию медицинской помощи вплоть до 2018 года было представлено территорией Кировской области Составлена дорожная карта, меморандум о развитии должного вида помощи на этот интервал времени И предложены нам были как раз площадки для интеграции наших усилий Две площадки? Да, две площадки это Слободской и город Киров Соответственно мы рассмотрели эти предложения Встречный наш как раз результат дискуссии привел к тому, что мы пришли к обоюдному мнению Наши возможности и потребности региона могут привести к позитивному результату для населения Для организации как раз непосредственно этого проекта по государственному частному партнерству То есть суть частного и нашего проекта, она минимально может быть в юридических определениях Собственность в реконструируемых, ремонтируемых объектах и в модернизации материально-технической базы Это всегда собственность остается у государства Мы ее создаем, формируем, формируем условия для получения населения помощи Работаем интервал времени и предоставляем эту службу готовой государству То есть вот вы взяли здание, корпус 5 в областной больнице, вы его отреставрировали, закупили оборудование Как раз вот вашему вниманию, передает нам буклет Портфолио, как выглядел объект до того, как мы начали ремонтную работу на нем То есть вы видите, к сожалению, слушайте Каких годов здание? С 56-го года То есть вы представляете, в каком оно было состоянии, какие были стены, перекрытия, все рушилось То есть там пациенты рассказывали, что там мыши из полов То есть оно работало, да? Там что-то было? Нет, на самом деле здание, конечно же, по результатам экспертиз Оно подлежало необходимому капитальному ремонту Функционировать оно не имело права в дальнейшем И должно было быть принято решение о выделении финансирования на капитальный ремонт из государственных средств Государство, возможно, взвесило плюсы и минусы возможности вот этой суммы денег Предположительно в бюджете нахождения либо отсутствия И аналогично, вот рассматривая как раз вот возможности инвестора Предложила взять инвестору эти риски финансовые на себя Сколько денег вы вложили в ремонт здания? 375, по-моему Ну, если мы берем вместе с оснащением, это порядка 375 миллионов С оснащением вы имеете в виду оборудование? С оборудованием Ну, да, да, и оборудование, и, соответственно, все недеимые улучшения Ну, там, я так понимаю, что необходимы ведь были, наверное, и вытяжки какие-то Потому что это все-таки учреждения здравоохранения Вы профессионально, на самом деле, смотрите на систему организации медицинской помощи В таких вот подразделениях, многопрофильных центрах И здесь вот даже вот совсем недавно министр, когда посещала, по-моему, площадку В том числе и вот Якировскую, она обращала либо задавала вопрос Внимание, как организована система вентиляции в медицинских учреждениях Это немаловажный факт, который определяет внутреннюю, внутрибольничную возможную, как раз, контоминацию, заболеваемость Которую вот трудно в дальнейшем излечить при отсутствии этих условий, соответствующих санпинам Поэтому огромные были усилия, приложенные к формированию этой системы автономной вентиляции Которая находится на самом современном уровне Ну и кроме того, хотел добавить, что у нас не просто это как в виде ремонта и оснащения У нас еще есть своя уникальная разработка, программа, аппаратный комплекс, IT-разработка в сфере здравоохранения То есть это специально технологии, которые позволяют работать в режиме телемедицинских технологий А мы об этом сейчас поговорим, подождите 365 миллионов вложили в оборудование и в ремонт зданий И с какого момента заработала вся эта система? Поэтапная реализация проекта, на самом деле, предполагает Непрерывное проведение ремонта и организация лечебных процессов Уникальная, на самом деле, задача, которую трудно ее реализовать, трудно выполнить Но она была выполнена ввиду того, что технологию очищения крови На аппарате гемодиализа искусственной почки перенести и организовать в другом месте очень сложно Существующее подразделение, оно там находилось И необходимо было провести капитальный ремонт без переноса его куда-то в другое подразделение Огромное количество пациентов не могло вслед за этой технологией переместиться просто на следующий день в куда-то другой корпус, в другое подразделение Это чревато технологическими трудностями Поэтому шел процесс непрерывный проведения ремонтных работ и лечебных мероприятий В настоящее время у нас 270,5 пациентов лечатся вообще в Кировской области, в нашем медицинском центре Это про гемодиализм мы сейчас говорим А все остальные профили, которые мы запланировали совместно с правительством реализовать на этом объекте Они будут уже введены в эксплуатацию и будут готовы к принимам пациентов Только после получения определенного пакета согласований, разрешительной документации, уделения объемов и так далее Свой определенный внутренний процесс, специфика, чтобы не грузить ни наших слушателей, ни вас После того, как мы весь пакет этого согласования получим, то мы уже будем открыты к приему пациентов Сейчас мы про пациентов поговорим Как они попадают в это отделение, как маршрутизация осуществляется после небольшого перерыва Продолжается программа «Дневной разворот», внедрение инвестиционных проектов в Кировской области На примере государственного частного партнерства в сфере здравоохранения темы сегодняшнего разворота Светлана Занькова, она лапшина в студии И Роман Жапаридзе, заместитель директора группы компаний «Нефросовет Румет» И Владимир Антипов, директор по развитию той же компании Мы пытаемся объяснить нашим слушателям, как работает, собственно говоря, ГЧП На примере клиники, которая находится в пятом корпусе областной больницы На Воровского, 42 На Воровского, 42 Остановились до эфира на пациентах, собственно говоря Вот вы говорите, 270 сейчас пациентов обслуживается здесь, да, в этом центре Это какие пациенты? Как они попадают в этот центр? Направляются кем? Здесь, наверное, нужно обратиться к статистике На самом деле она не такая радостная По статистике посредней у нас 10-12% имеют население Имеют диагноз хронической болезни почек Более того, если не рассматривать это в совокупности просто по одной терминологии Нефрология, мы имеем статистику, которая говорит о том, что это население Имеющее определенное состояние заболевания хронической болезни почек Имеет совокупность, корреляцию с сердечно-сосудистыми заболеваниями С эндокринологическими нарушениями То есть, если почки больные, то и давление повыше Да, это сосудистая патология, которая предполагает, что у него и давление Сердечно-сосудистые заболевания, возможно, приводят к каким-то определенным гипертоническим кризам Либо осложнениям, эндокринным осложнениям, анемическим осложнениям То есть, эта когорта, она много шире И задача, на самом деле, вот, может быть, вот этой проблематики Она стоит не в возможности лечения крайне тяжелых пациентов На крайней пятой стадии диализной А более раннем выявлении сохранных наших консервативных Или консервативного лечения этих пациентов Для того, чтобы была возможность этих наших пациентов Лечить в условиях более комфортных, дешевых для государства Но при этом адаптивных для социальной их жизни Чтобы они сохранили свои, я не знаю, возможности, прелести жизни, функции в семье Качество жизни это называется Чтобы в СОСУМе человек остался без инвалидизации Без того, чтобы в крайней необходимой для жизни стадии Взяли его на крайне дорогущую такую процедуру То есть, как можно дольше не доводить до такой процедуры Ну, 10-12% это очень высокий процент Это огромный показатель, на самом деле Это получается, да, действительно Понимаете, здесь какая казуистика Ранняя диагностика – это очень хороший метод лечения, может быть, выявления патологии И вот в последнее время то, что вот Министерство здравоохранения этой задачи занимается Это очень хорошо Вот ранняя диагностика, она как раз, может быть, и вывела на реальные цифры заболеваемости населения Которые вот в статистике уже зафиксированы И поэтому констатация факта, что действительно эта цифра, она существует Есть ее скрывать-то, может быть, и не надо Просто, может быть, и грамотно эти цифры надо заниматься Я знаю, что Министерство здравоохранения и наше, в том числе Они как раз о ранней диагностике постоянно говорят В ряде самых тяжелых заболеваний Это, да, действительно, самый большой акцент Но у вас-то уже лечатся люди, которые требуют Серьезного мишеля В том числе, да, конечно, они лечатся те, которые требуют Но вторую задачу мы ставим Как можно дольше не доводить пациентов до такого хирургического гемодиализного лечения А выявить вместе, совместно с Министерством здравоохранения Их намного раньше на додиализной третьей стадии ХБП-3 То есть как все-таки, расскажите, как, значит, к вам люди-то попадают Еще добавлю, да, перед тем, как Владимир раскроет, может быть, не секрет, а какой-то механизм Дело в том, что помимо того, что мы стараемся не доводить пациента И сохранить, возможно, дольше его все комфортное пребывание в том состоянии, в котором он сейчас находится Вот это вот раннее выявление еще способствует экономии денежных средств Это очевидно, да, конечно Потому что человек, попадая сразу на диализ, он сразу является, скажем так, средством МЭС Сразу начинается расходоваться именно на саму процедуру Что, в принципе, всплеск вот такой вот для государства затрат происходит В случае, если мы работаем над равнием выявлением То данного всплеска расходов не наступает, или он наступает как можно дольше, как можно позже И, соответственно, государству выгодно, чтобы вот это вот раннее выявление таких пациентов проходило как можно... Это на местах, в поликлиниках должно происходить Да, в первую очередь, это в первичном звене Это может быть, да, вот действительно для настоящего времени стандартные мероприятия Те, которые проводят специализированные министерства, Минздрав, диспансеризация населения Общение с терапевтами, информатизация терапевтов, информирование терапевтов о возможных рисках заболеваний Это определенное формирование реестров, групп пациентов с группой риска По развитию сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений, эндокринологических, нефрологических Те, которые коррелируются с формированием определенной категории полубольшого пациента В этом плане, конечно, вот как происходит на федеральном уровне, в других субъектах Реестр пациентов, он очень важен И важно очень раннее выявление И взаимодействие с первичным звеном, с врачами-терапевтами, врачами общей практики Повышение их квалификации приводит только к благоприятным, я не знаю, результатам И для населения, и для системы, может быть, здравоохранения Хорошо, как работает в вашем предприятии это? Может быть, не только в Кировском центре, а вообще принцип каков? Конечно же, здесь необходима дополнительная информация и повышение квалификации врачей общей практики Мы работаем с врачами общей практики При проведении стандартных диагностических манипуляций в приеме диспансерном наблюдении диспансеризации Они знают, на что обратить внимание, дополнительно обратить внимание без затрат средств На ту либо другую категорию населения с возможной группой риска Из возможной группы риска Это категория населения, да, специалистами, она вот уже оценивается более другого качественного уровня Узкими специалистами для отсечения, исключения, возможно, из этой группы Либо включения для дальнейшего диагностического наблюдения То есть терапевт, потом узкий специалист, потом принятие решения о направлении в тот или иной центр Да, по профилю заболеваний То есть, по сути, поликлиники, они направляют Именно поэтому вот наша параллельная сфера деятельности, помимо нефрологии гемодиализа, о которой мы сейчас говорим Является именно амбулатурно-поликлиническая звена То есть, в настоящий момент у нас есть опыт в реализации проектов в части поликлиники, врачей общей практики В каких-то регионах уже в ваших центрах есть? Да, у нас в Костроме функционирует поликлиника, которая также работает за счет средств ОМС, финансируется И пациент приходит с полисом, получает соответствующую услугу Это прикреплено население, как правило, проживающее в отдельном микрорайоне В миссии диспотенции, да Да, то есть, они прикрепляются к этой поликлинике, приходят с полисом, получают услугу Если у него есть проблемы с почками или в других сферах, соответственно, получают направление Идет уже к нам Поэтому вот полный цикл, о котором мы стараемся донести, именно полный цикл движения пациента О котором мы стараемся донести в других регионах И это вот именно то, к чему надо стремиться А не реализовывать проекты, институционные проекты под отдельно взятую дорогостоящую услугу То есть, пациент, он должен пройти вот этот вот полный период своего путешествия, да Грубо говоря, по врачам, именно в рамках одной клиники Это будет грамотно, не будет разрыва связей между прохождениями по профилям, по врачам-специалистам Если это будет в рамках одной медицинской организации, это вот стратегически верно и правильно Это как и для лечения пациента, так и для рационального расходования средств ОМС Ну вот на дне открытых дверей, который совсем недавно прошел, и он был организован вашей компанией Нефросовет РУМЕД Там присутствовали врачи, я не знаю, как это называется, высшей категории, что ли, да Главные внештатные специалисты различных университетов Заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа РМАПО, там, да, профессор Ермуленко Ну и вот пять человек высокой такой категории Я о чем сейчас говорю? О том, что там же вы рассказывали о том, что есть возможность в рамках клиники Получать консультации врачей посредством техники высоких технологий Да, действительно, наши медицинские центры, во все наши медицинские центры интегрирована информационная программа «Комплекс Максимус» Это вот то, о чем мы ранее говорили Она, извините, в государственной медицине работает эта система? «Комплекс Максимум» или там телемедицина? Да, она работает в отделениях, да, она работает, но более в раннем исполнении она присутствует и приносит Это такой ведь стандарт сейчас медицинский, в принципе Она работает, простите, все-таки я уточнила, в столичных каких-то крупных центрах или в региональных городах тоже есть? В региональных городах и за Байкалом, и на Дальнем Востоке эти центры присутствуют, они наш продукт знают Более того, это может быть не информационный поток, а информационно-аналитический все-таки это программа, которая подсказывает, в том числе и врачу, какие-то решения в лечении Это очень важно для того, чтобы в лице молодого специалиста с условиями знаний, с использованием этой информационной системы Мы получаем уже готового доктора медицинских наук профессора Потому что в этой системе заложены те знания и исключены те ошибки, которые, возможно, специалисты принимают в самом начале работы Ну, это то, что нам показывают в программах малышевые, да, когда мониторы, мониторы, вот это все сейчас реализуется, слава богу, тоже есть У нас остается буквально одна минута до завершения сегодняшней программы Я думаю, что мы продолжим общение со специалистами вашего центра для того, чтобы можно было рассказывать о новых услугах, о новых технологиях Но здесь мне бы хотелось, чтобы все-таки в завершении нашей программы мы поговорили о том, что область в итоге получит Вот мы начали с вами рассказывать, как все строилось, через сколько лет она заберет этот центр В настоящее время договор заключен в 2015 году, заключен на 20 лет То есть, согласно условиям договора, 20 лет компания Аниферсовет Румет должна присутствовать на данном объекте Однако это не означает, что у нас нет возможности согласовать какое-то там совместное, может быть, использование данного объекта Пролонгировать дальнейшее Нет, не пролонгировать, а совместно с Министерством здравоохранения использовать действующую площадку То есть, не обязательно это, мы должны ее одномоментно Да, и только мы Только мы Эксплуатировать, нет, то есть, мы готовы Скажем так, это площадка-конструктор Это инфраструктура, которую мы создали для жителей Кировской области И готовы ее либо совместно использовать, либо использовать самостоятельно То есть, тут, в настоящее время, ведутся переговоры по дальнейшей эксплуатации То есть, речь не идет о том, что вы готовы это сделать после 2035 года Вы прямо сейчас готовы это сделать То есть, там на своей площади, условно, да, там Пустили еще каких-то специалистов Это государственная площадка И государство определяет, возможно, ставит приоритеты Какое необходимо направление развивать И каким образом рационально использовать Это очень важный момент То есть, задачи ставит правительство конкретного региона Да, конечно Оно определяет задачи, те, которые они знают Мы же, на самом деле, не владеем этой информацией Мы пришли по приглашению субъекта для реализации тех задач, которые нам определяют Да, ну, здесь понятно То есть, и пациенты, и задачи, собственно говоря И дальнейшее развитие, и, может быть, даже предоставляемые услуги Обязательно обсуждаются с правительством и с ним согласовываются Конечно, конечно, потому что это выделение объемов Это распределение, там, тарифа и так далее Ну, а для пациентов это значит, что все бесплатно И главное, чтобы вовремя отреагировал врач в начальном звене Чтобы не было очередей Чтобы можно было вовремя записаться к приему специалиста Не ждать 2-3 недели Чтобы получить возможность в удаленных телемедицинских консультациях Вот вы привели пример главного нештатного специалиста Минздрава РФ-нефролога, главного реаниматолога Которых мы пригласили сюда на открытие центра То есть, вот наши пациенты смогут получить данную телемедицинскую консультацию У таких вот профессионалов своего дела Удаленно, не выезжая с территории... Да, и давайте я все-таки напомню, что у нас не рекламная программа Я на этом настаиваю И поэтому я говорю, что пациент в первую очередь идет в первичный звенок своему терапевту Конечно, конечно А тот, зная все возможности всей медицины Кировской области, его перенаправляет И маршрутизация, которая определена Министерством здравоохранения Кировской области У этого специалиста она есть Он определяет, какую возможную категорию пациентов он может направлять в том или ином звене Для того, чтобы либо провести дифференциальную диагностику, либо получить квалифицированную помощь Спасибо большое Мы сегодня попытались рассказать нашим слушателям о том, как внедряются инвестиционные проекты в Кировской области На примере частного государственного партнерства в сфере здравоохранения Я благодарю наших гостей Романа Джапаридзе, заместителя директора группы компании «Нефросовет РУМЕД» И Владимира Антипова, директора по развитию группы компании «Нефросовет РУМЕД» Спасибо Спасибо вам Спасибо